всем привет вы на канале страна для жизни перед началом выпуска хотел бы напомнить о том что стоит сделать для продвижения видео в топ подписка лайк комментарий ведь вместе мы делаем огромную работу итак сразу к новостям грязные воротчики преступники из обэп в сегодняшнем расследовании байпул рассказал о пожалуй наименее засветившимся подразделение карательных органов режима это отдел по борьбе с экономическим преступлением или сокращенно обэп этот слив вы можете посмотреть youtube и телеграм-канале байпул около 13 тысяч белорусских военных согласились воевать против украины на стороне российской армии об этом сообщил представитель генштаба в силу громов по его словам сейчас вдоль украинской границы выполняя задачи 6 батальонов военных сил беларуси наступательных действий они не проводят однако россия продолжает втягивать беларусь в войну и 13 тысяч солдат согласились воевать на стороне рф также сообщается что на белорусские полигоны прибыли представители из сирии малии лаоса узбекистана и других стран в канун дня независимости украины россия может устроить провокацию на белорусском полигоне с гибелью иностранцев чтобы деминизировать в ссу и втянуть беларусь в военные действия окончательно вздох державного кордона украины разгорнуто та виконую завданя в прикордонных сукраинных районах 6 батальонов збройных сил республики беларусь загалом за наявными данными россия продолжает втягивать беларусь в полномасштабную войну против украины за попередними данными до 13 тысяч осіб числа діючих и колишних військовослужбовців подразделю беларуських спеціальних операцій а також омона підписали згоду на участь в войне против украины основной мотив материально-финансовий ніякої идеологичной складової в діях оккупаційних військ не має ніхто не вірить ні в яку денсифікацію в захист прав російськомовного населення та інше страхи гроші це основні чинники російської військової присутності беларуський расследовательський центр выпустил новый материал в котором разоблачають беларусов воюющих в Украине на стороне России многие из них это бывшие слабовики или уголовники причем некоторые открыто признаются в соцсетях о своей деятельности и приезжают в Беларусь согласно уголовному кодексу РБ им грозит до семи лет лишения свободы хотя в стране как известно не до законов материалы расследования частично основаны на данных добытых киберпартизанами в ходе операции жара прочитать статью можно в телеграм-канале киберсливы так называемый следственный комитет рассказал о масштабах репрессии 11 тысяч уголовных дел только вдумайтесь люди называющие себя следователями отчитались о своей работе по подавлению инакомыслия в Беларуси 2020 года они завели 11 тысяч уголовных дел за экстремизм этим словом помечают честных и порядочных граждан которые выступают против диктатуры при этом количество фигурантов этих дел не называется карательные органы настолько глупы что сами задокументировали свои же преступления за которой обязательно последует наказание узерпатор может оставить белорусов без молока диктатор поехал на минский молокозавод где для него устроили традиционную показуху во время нее так называемый председатель минского обл исполкома александр турчин предложил повысить цены на молочные продукты приведу цитату единственная просьба это не популярная конечно мера у нас к сожалению по целому ряду продукции убыточное производство мы не хотим наживаться но по каким-то позициям должен быть другой уровень рентабельности заявил турчин на это последовал быстрый ответ лукашенко приведу цитату так молоко и кефир люди в основном и берут ты же экономист что будем делать с пенсионерами что тут говорить рассчитывать на то что цены вырастут давайте больше надоев тогда будет и выше рентабельность ответил ему лукашенко и все бы ничего царь как всегда хорошим бояре плохие вот только молочные заводы из-за диспаритета цен все охотнее отгружают продукцию в соседнюю россию чем на белорусские прилавки поэтому приходится обеспечивать силовые поставки молока об этом недавно открыто говорил так называемый премьер головченко а что по поводу надоев то они растут и без указа диктатора с января по июль в сельхозорганизациях минской области надои выросли почти на два процента однако белорусы жалуются на то что выбор молочной продукции на прилавках становится все беднее а качество все хуже геноцид белорусов лукашисты посадили экскурсовода за разговор на белорусской мове краеведа и журналисты игоря хмару задержали за разговор на белорусском языке на улице про это стало известно от человека который находился с ним на окрестина как сообщают правозащитники это не единственный случай задержания за белорусский язык напомню игорь хмара был задержан 2 августа музыканта игоря бансера арестовали на 15 суток по словам его сокамерника федора живолевского на бансера составили 18 административных протоколов но по каким статьям пока неизвестно приведу цитату он мне рассказал что хочет жить тут и жить нормально но ему ясно дают понять чтобы он уехал но он не хочет никуда уезжать мне показалось что он уже без надежды на то что тут что-то изменится рассказал что его мечта заниматься музыкой заявил живолевский напомню что игоря бансера заезжали 4 августа в гродно каратели выломали двери в квартиру заезжали музыканта и увезли его в минск по предварительной информации против музыканта могут возбудить дело о разжигании вражды за его деятельность социальных сетях ранее он уже был осужден на полтора года химии уже отбыл весь срок на этом все были подробную информацию можете найти у нас телеграм-канале подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии ведь это очень важно для продвижения видео в топ слава украине живи беларусь